Приветствую, это Sapient и 28 часть путеводителя И в этой части мы будем заниматься автоматизацией И автоматизацией, скорее всего, нефтепереработки Единственное, что нам мешало это сделать давным-давно, это отсутствие blaze-roadов А теперь они у нас есть И теперь, собственно, ничего не мешает Я хочу построить некую линию, где на входе можно было бы подавать нефть А на выходе получать уже готовый нитродизель Ну, нет, на входе, видимо, нефть и селитру все-таки Причем питать эту линию, скорее всего, было бы логичнее дизель-генераторами На этом самом нитродизеле же и работающими Какое-то приличное количество его у меня есть Чтобы ее запустить, мне этого более чем хватит Осталось ее приблизительно прикинуть Спроектировать, собрать все переработчики Ну и как-то скомпоновать Тут, в общем-то, есть над чем подумать Во-первых, каким напряжением ее питать Делать ли все механизмы Advanced На напряжение 128 вольт Или же делать их, скажем так, разными Та единственная операция, которая требует высокого напряжения Это у нас, насколько я помню Насколько я помню, это непосредственно Но электролиз Да, электролиз селитры Единственная операция, которая требует высокого напряжения А все остальные вполне Ну, точнее, не высокого, а среднего, конечно же 128 это у нас среднее напряжение Вот, все остальные операции легко делаются на напряжении низком И поэтому, наверное, наверное, скорее всего Я буду делать линию, скажем так С двумя разными напряжениями питания Дабы, собственно, ну, не тратить лишнюю энергию На те операции, которые, ну, мне все равно не нужно Чтобы она работала слишком быстро Потому что нитродизель штука очень энергоемкая И расходуется очень медленно И если она будет там все потихонечку перерабатывать То я вполне буду этим доволен Я не знаю пока сколько конкретно Каких механизмов мне понадобится Но, как минимум, один дистиллятор Мне понадобится в любом случае Прям вот абсолютно точно И как раз-таки его, я думаю, сейчас и стоит сделать Так, еще разок Давайте убедимся, что для того, чтобы делать просто топливо Так Просто дизельное, просто топливо Нам достаточно Да, вообще 16 вольт Причем обращайте внимание, насколько это дешевле и быстрее Чем в рефайнилке из Билдкрафта Меньше секунды и всего 256 ию То есть, собственно Ну вот, причем сразу 8 А, ну хотя, ааа, стоп, 8 8, 8 это ж 8 милибайкетов Ага Ага То есть это все-таки не слишком быстро Ну да, и вот это, соответственно, нам еще нужно умножать То есть делить на 8, умножать на 1000 Так А давайте прикинем В общем, расчеты показали Что греговский дистиллятор Все-таки медленнее, чем Билдкрафт-рефайнилка Потому что на ведро топлива У него уходит, по моим подсчетам, 100 секунд Мы просто берем вот эти самые 16 июзотик 256 делим на 16 Понимаем, что эту операцию он делает за 16 тиков Если за 16 тиков он делает 8 милибайкетов Соответственно, за каждый тик он делает полмилибайкета То бишь, милибайкет он делает за 2 тика Соответственно Целый бакет он будет делать за 20 тысяч тиков За 2 тысячи Соответственно, делим на 20, получаем 100 секунд Судя по Вики, Билдкрафтовская рефайнилка делает то же самое за 51 Более того, даже по энергии Если генерировать ее при помощи паровых турбин Получается, что этим же паром можно при помощи Ну, то есть, кормить рефайнилку выгоднее, чем дистиллятор Но Если генерировать электроэнергию другим способом из того же пара А рейлкрафтовские паровые турбины эффективнее греговских И со временем я, наверное, на них и перейду То тогда все-таки вполне себе допустимо питать дистиллятор электричеством Момент второй Поскольку он все же работает весьма неторопливо Потому что, ну, 100 секунд на ведро топлива Это довольно много То мне все-таки хочется получать его как-то немного быстрее И я, наверное, сделаю дистиллятор тоже под среднее напряжение А учитывая, что потери электричества в проводах У меня в любом случае 1 вольт на блок Но 1 вольт от 128 это гораздо меньше Чем 1 вольт от 32 То, скорее всего, я всю линию все-таки сделаю на переработчиках среднего напряжения Ну и когда с рассуждениями и теоретической частью покончено Давайте уже приступать к сборке всего этого барахла Значит, Advanced Distillery Ничего интересного Разве что электропомпу я еще пока, по-моему, не делал Здесь у меня этого рецепта еще нет Но как раз-таки появится и будет у меня девятый рецепт для этого крафт-стола В общем, оказалось, что двух крафтинг-тейблов вполне достаточно Причем в одном, вот реально, три рецепта всего лишь Которые как-то используют инструменты Это непосредственно машинкейсинг, ротор, шейп даже к делу, в общем-то, не относится Все остальные рецепты вполне спокойно помещаются в один ворктейбл И здесь инструменты, соответственно, не нужны Тут я делаю провода и такие-сякие Тут я делаю там электромоторы, поршни, конвейеры, робо-армы, даже эмиттеры тот здесь Здесь же я собираю машинхалы И вот еще один слот как раз будет для электронасосов Вот этих самых Ну, что ж, все прочие компоненты нам уже знакомы Поэтому, наверное, я это все сделаю уже за кадром Готово! Advanced дистиллятор наш Помпу, к сожалению, пришлось сделать здесь, потому что здесь она не крафтилась А здесь все-таки было бы неверно, поскольку на нее нужны инструменты Ну да ладно, давайте смотреть дальше Наш путь к нитродизелю Значит, само топливо мы, допустим, получили И вот для этой вот реакции мы его можем прямо непосредственно в жидком виде из дистиллятора Передавать в chemical reactor Как минимум, один chemical reactor нам для этого потребуется Кроме того, нам потребуется заправлять То есть, как минимум, один fluid cutting машина Для того, чтобы заправлять три нитроглицерин в капсулы А вырабатывать мы его будем в другом химреакторе Из, собственно, азота, углерода фактически и воды То есть, уже второй химреактор мне нужен Так, значит, два химреактора и один fluid cutting machine Дальше, сам по себе азот мы будем в электролайзере получать в виде, опять-таки, жидком И нам этот азот нужно будет еще одной Еще одним, скажем, хотя Хотя, наверное, тут мы можем обойтись Наверное, поскольку и то, и другое делается в целых, скажем так, числах Может быть, даже я смогу обойтись одной fluid cutting машинкой Надо просто будет так расположить, чтобы в нее и электролайзер, и химреактор выгружали свои жидкости А она, соответственно, их заправляла в капсулы Ну, и выплевывала дальше Так То есть, по-любому, электролайзер Два химреактора делать, вот, прям без них точно никуда И, как минимум, одну fluid cutting машину точно Возможно, две, но сначала постараюсь разобраться как-нибудь с одной Электролайзер у меня уже есть Сделать новый, небольшая проблема Тут ничего особо интересного Химреактор у меня уже есть Сделать еще два, тоже небольшая проблема Тут тоже ничего интересного Кстати, обращаю внимание Куча деталек ротора давно уже делается Жалко, что у самого ротора нет рецепта В каком-нибудь переработчике Он все-таки требует ручного крафта инструментов Кольца делаются в экструдере Болты делаются Ну, точнее, скрю Скрю делаются в лейсе из болтов А болты делаются, опять-таки, в экструдере Причем, как бы, по многу Тут он еще остается, запасы и так далее Даже трубы делаются в экструдере Если они таковые нужны Так, ну, и fluid kenner Ничего из себя сложного не представляет Хотя, опять-таки, две помпы Странно А как же я их делал, что их у меня в столе Или они как раз-таки тоже не делались в столе И поэтому их здесь не сохранилось Вполне возможно Ну да ладно Сейчас все это дело соберем И вот, механизмы все готовы Fluid kenner, два химреактора Дистиллятор Осталось придумать, где и как мне их разместить Чем запитать Оу, и я, кстати, еще дизель-генераторы забыл Бет-3 буфер и батарейки к ним Этим всем, пожалуй, тоже стоит Озаботиться Да Скорее всего И я надеюсь, что заботам моим об этом Наконец-то пришел конец Самым сложным, как оказалось Как всегда, было придумать именно Компоновку Причем это еще породило Дополнительные, скажем так, задачи На тему того, а куда утилизировать Лишний кислород Потому что он же будет по-любому вырабатываться А откуда заливать нефть А куда выливать сам нитродизель И т.д. и т.п. Ну ладно, обо всем по порядку В общем, система получилась приблизительно вот такой вот Сверху четыре генератора Между ними трансформатор Под ними бет-3 буфер И дальше переработчики Значит, начинается техпроцесс отсюда В этот дистиллятор подается жидкая нефть Соответственно, по этой трубе из вот этого танка В нем перегоняется в топливо И автовыгрузкой в, соответственно, правую сторону Переходит в этот вот химреактор В котором, соединяясь То есть здесь будет жидкое топливо Здесь на выходе у нас будет жидкий нитродизель И на вход ему еще нужны капсулы С тринитроглицерином Соответственно, сам по себе Он будет выплевывать жидкость наверх Вот сюда вот в трубу Далее Здесь, в этом каннере Нитроглицерин будет заливаться в капсулы Соответственно, подается по трубе Капсулы я сюда буду подавать При помощи Steve Factory Manager Ну и он должен выгружать налево заряженные капсулы Здесь, в химреакторе Будет производиться тринитроглицерин Давайте посмотрим его Тринитроглицерин, соответственно Вот, значит, нам потребуется сюда подавать воду Это как раз труба сверху И подавать азот в капсулах И, соответственно, углерод в виде пыли Для воды сверху подведена труба Азот в капсулах будет из этого флюидканера поступать Поэтому здесь, соответственно, у меня выгрузка жидкостей Выгрузка жидкостей настроена в эту сторону Так Здесь будет азот загружаться и выгружаться в виде капсул сюда А производить азот мы будем вот здесь Соответственно, электролизом Так, так, так Проверяем, проверяем, что я ничего не забыл Так, 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 так Да, электролизом, соответственно, селитры На выходе, как мы видим, у нас есть капсулы с кислородом и жидкий азот Вот этот самый жидкий азот мы будем передавать левее А все остальное будем, так, значит, жидкости ты выгружаешь налево Капсулы с кислородом будем переправлять вот в этот флюидканер И он, соответственно, будет выливать кислород из капсул И по трубе отправлять, ну, вот я потом разведу туда В итоге получилось механизмов несколько больше, чем я рассчитывал Во-первых, я про электролизер забыл напрочь Во-вторых, все-таки флюидканеров у меня здесь три штуки А не один, как я планировал Может быть, конечно, можно обойтись двумя Но тогда, возможно, цепочка будет не такой наглядной Так у меня фактически по одному переработчику на каждую операцию Ну, и здесь, соответственно, зундук, куда можно будет вкидывать литру И откуда потом нужно будет забирать калий Осталось все это дело развести В смысле труп Подключить, соответственно, к танкам Здесь планируется, соответственно, нефть Сюда будет выгружаться нитродизель Соответственно, нужно, как минимум, еще этот танк сделать Хотя для того, чтобы систему протестировать Я могу просто вместо танка поставить пустую бочку Ну, и самый большой, самый главный, самый непонятный вопрос А хватит ли мне четырех генераторов, чтобы все это дело питать И единственный способ это выяснить, это запустить да проверить Поскольку, несмотря на то, что энергопотребление каждой операции Мне, в принципе, известно, можно его посмотреть в ней Но с учетом длительности, я не знаю, какая из машин будет самым узким звеном Скорее всего, этим звеном будет непосредственно дистиллятор Или, может быть, один из хим реакторов Все остальные будут работать, скажем так, интервалами Изредка включаясь ненадолго Поэтому вполне возможно, что четырех генераторов хватит Если нет, то есть у меня пара задумок на тему, как здесь можно разместить больше генераторов Ну и все это дело соединяет четырехжильный провод из обожженной меди И, соответственно, его длина всего три блока Точнее, как? Ну да, два блока даже получается максимум На выходе из буфера получаем максимум два блока этого самого провода То есть потери во всей этой системе будут минимальны, я надеюсь Ну что ж, сейчас я подготовлю все прочее И еще нужно будет настроить программу для инвентарь-менеджера Которая тут будет перемещать капсулы, там пустые, полные Снабжать, соответственно, все это дело селитрой Ну и подставить какое-то количество бочек Как-то так Ну и еще я подумал-подумал и решил, что так оно будет вполне себе симпатично Между, вот в нишах, между большими танками Размещать танки маленькие Ну, для жидкости, которых у меня по определению не может быть слишком много Здесь у меня сейчас жидкий кислород Но он как раз неподалеку от доменной печки Вполне себе разумно Здесь, соответственно, будет нефть Нефть добывается тоже не очень быстро У меня осталось там всего больше 4 или 5 Сюда совершенно спокойно влезет, я так понимаю Так, 4, 6, 7 бочек сюда влезет легко Ну, для нитродизеля, соответственно, танк получится побольше Но прямо сейчас, наверное, он не является для меня приоритетным Да и стали, если честно, готовой нету А здесь получается заготовка для второй бойлерной Но уже на лаве И тут, соответственно, планируется большой танк уже под лаву Ну, где бы еще стали на все это дело взять Ну, точнее, где понятно, берешь да жаришь Но я бы сначала хотел наладить... Ну, в общем, ладно, об этом всем чуть-чуть позже Давайте попытаемся для начала эту систему довести до ума Ну, как-то вот так Теперь она чуть более готова к запуску, чем до этого Сюда уже подана вода Сюда уже подана нефть Отсюда уже настроена выгрузка жидкого кислорода Вон в тот танк, который отсюда не видно Здесь, собственно, уже заливается нефть из бочек В этот танк опустошает мне бочки Ну, и здесь пока что вместо танка пустая бочка для нитродизеля Соответственно, каков план действий? Сейчас я сюда вставляю батарейки, уже заранее заряженные Ну, и как только это произойдет, тут же, соответственно, дистиллятор начнет работать Я не уверен, что эти генераторы справятся Возможно, мне их придется переставлять Поэтому заливать их прям вот как следует нитродизелем я бы не хотел Потому что в процессе демонтажа он явно потеряется Поэтому я поступлю таким образом Я возьму себе в капсулы Начерпаю буквально раз, два, три, четыре Вот по одной на каждый генератор Залью туда их по одной Эть Так И вот так И тащим батарейки, включаем и смотрим, что получается По напряжению я, вроде бы, все хорошо рассчитал Взорваться-то ничего не должно Ладно Понеслось Так А-а-а-а А, нет, подожди, я аж... И... Апы... А почему? А почему ничего не происходит? А, ты господи, конечно, сертит забыл ставить. Точняк. Ему же нужен configuration сертит. Какой именно? Сейчас посмотрим. Угу, configuration 1. Ну, то есть я, в принципе, могу его из бендера вытащить. Прямо сейчас вот, чтобы не заморачиваться созданием нового. Могу просто достать из бендера. Так, бендер. Мне нужен твой сёркет. Ну что ж. Тынс. О, заработало. Так, заработало. И сюда фью постепенно выгружается. И, собственно, работать это будет, пока ему будет куда выгружать, да? Так, как у нас тут батарейки? Ну, пока нормально, пока батарейки держатся. То есть он один, этот дистиллятор. Кстати, шумный, зараза, надо будет на него потом мафлер поставить. Один дистиллятор, ну, не просаживает систему. Было бы странно, если бы просаживал. Так, на самом деле фьюэлла у меня довольно много. И нужно будет как-то придумать, чтобы сначала его полностью переработать. Ну да ладно. Хотя, я предполагаю, как. Давайте сначала протестируем всю систему. Значит, дальше мне нужна селитра и капсулы. Селитры, кажется, было много. Так, 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 так. Селитра, селитра, селитра. О, селитра не здесь. Её точно много, но она не здесь. Селитра у меня в подвале. Поскольку при переработке сэндстоунов согнули, селитра получается рейлкрафтовская. Для её агнификации отлично подходит, собственно, баррель. Ну, я не знаю. Давайте стека 3, 4, 5. Пусть в сундуке валяется. Рано или поздно пригодится. Так, значит. И... Эту селитру кидаем сюда. И сюда же кидаем, соответственно, наши капсулы. Так, заработал электролайзер. Как батарейки? Пока нормально. Пока всё хорошо. Так, на выходе у нас, соответственно, жидкий кислород. Всё правильно. И сюда попадает... Так, половину капсул передаём сюда. Угу. Так, замечательно. Вода. Азот в капсулах. И здесь ещё нужен карбон даст. Карбон даст. Сейчас принесём. Так. Карбон, карбон, карбон даст. Карбон даст. Тут навалом. Тоже можно с собой побольше взять. Мне кажется, капсул сейчас будет не хватать по-жёсткому, потому что у меня их меньше стека. Возможно, нужно будет их до стека добавить. В общем, посмотрим. Так. Сейчас заработал ещё и химреактор. Батарейки. Угу. Пока ещё всё хорошо. Ну что ж. Если у меня и этот химреактор заработает... А, стоп. А он... Ну да. Если ещё и этот химреактор заработает, и тоже всё будет хорошо... Сюда тоже нужны капсулы, между прочим. Так. 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 Ага. Эти капсулы нужно переправлять сюда, чтобы он выгружал не кислород и освобождал их. Но этим будет заниматься уже Стив Фэктори Менеджер. Так. Ты же выгружаешь? Выгружаешь. Но не торопливо весьма. Ну и ладно. Так. 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 Ага. Тут ещё пока даже ни одной операции не закончилось. Так. Сюда капсул. Сюда ещё капсул. О. Да. Вот тут батарейки начали проседать. Тут батарейки начали проседать. Не справляются четыре дизель-генератора. Это было, в принципе, ожидаемо. Но я всё же хотел в этом убедиться. Так. Тогда давайте думать, сколько же мне их потребуется. Угу. 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 Тут сейчас, в принципе, всё нормально. Вопрос только в перераспределении капсул. Так. Так, так, так. Ну, ладно. Я подумаю, сколько я тут могу разместить. И тогда, возможно, добавлю их прям вот по максимуму. Сколько влезет, столько и будет. Но в целом система рабочая. И компоновка, на мой взгляд, очень удачная. Очень всё компактно, наглядно. И, кстати, да. Вот уже... А. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Эээ... Мощность генерирующих... В общем, дизель-генераторов добавим. Эээ... И вот получилось как-то так. Мне удалось разместить тут 8 дизель-генераторов без увеличения, скажем так, общих габаритов всей вот этой вот установки. По центру и вот здесь вот по краям, соответственно, стоят три трансформатора. Ну, поскольку трансформаторы выдают напряжение одноамперное, то, соответственно, здесь вполне хватает одножильного кабеля для подключения к бета-ребуферу. Тут обязательно какие-нибудь любые, без разницы, пластины, дабы изолировать один кабель от другого. Ну, и сейчас уже всё настроено. Батарейки заряжены. По одной капсуле нитродизеля в каждый генератор заправлено. И, пожалуй, всё это можно снова попытаться включить. Единственное только что. У меня довольно много уже готового топлива, произведённого рефайнелкой. Я, наверное, дизель-генератор отсюда сниму. Он почти пустой. И самое главное, ест он, в общем-то, немного. И на некоторое время поставлю сюда бочку с топливом, с тем, чтобы именно из неё оно выгружалось в химреактор. Так, надо только это сделать как-то так аккуратненько, чтобы к ней никто не стыковался. Дизейблд. Дизейблд. Так, вот как-то так. Ещё, соответственно, воткнуть кусок трубы. Тыньк. Так, это мы отключаем. Да, отключаем. Ой, господи, это же не тот ключ. Тьфу. Так, это мы тоже отключаем. Так, а здесь нужно настроить... И единственный способ это настроить, это спуститься, видимо, слегка пониже. Да. Так, здесь, соответственно, настраиваем экстракт. Так. Ага. Ну и процесс, как ни странно, сразу же пошёл. Хотя, что в этом странного, здесь уже был готов глицерил. Довольно много. Так, ну что ж. Что ж, что ж. Так. Ну и всё нормально, значит. Давайте тогда его и запускать ещё и дальше. Капсулу я немного побольше сделал. Так. Насколько я понял, наиболее прожорливый девайс это вот этот вот химреактор. Непосредственно производство самого глицерина. Ну. Как бы там ни было. Так, давайте закинем сюда половину. Пусть работает этот. Сюда немножко закинем. Ну и сюда будем закидывать. Отсюда капсулы просто по мере опустошения. А, да. Кстати, если я здесь сделаю экстракт автоматически, он будет забирать? О! Он забирает. А, так, так, а если я сделаю выход при этом вот сюда? Вот он всё равно будет забирать? И вот так. Чтобы он сам капсулы перекладывал снова вот сюда. Ммм? Так будет работать? Да! Так, это работает. А капсулы чего? Эй-эй, капсулы. Или капсулы он не считает готовой продукцией, поэтому не выгружает. Ммм, да. Видимо, к сожалению. Ну ладно, фиг с ним. В конце концов, так или иначе, как раз таки для перегрузки капсул и была задумана и подключена Steve Factory менеджерская система. Так, проверяем. Самое главное... Ладно. Ну, получается, где-то так баланс почти что ровно держится. Момент же какой? В любом случае, работать они будут по... То есть, не все параллельно, а по самому медленному. Сейчас тут накопилось довольно много тринитроглицерина. И поэтому у нас, соответственно... Наверное, я это просто-напросто ограничу количеством ячеек в системе. Если их, ну, будет, то есть, там, не знаю, 16 штук, то больше 16 глицерина здесь не накопится. И, соответственно, здесь их просто не... Его вот здесь вот просто будет не во что наливать. И тогда... Ну, хотя тут, конечно... Ну, в общем, ладно. Как-нибудь, я надеюсь, это отбалансируется. По крайней мере, сейчас баланс по энергии гораздо ближе к истине, чем до этого был. Ну, и осталось тут, в общем-то, все это дело действительно настроить Steve Factory Manager с кейт-программой, чтобы ячейки автоматически перегружались там, куда надо. Так, Oxygen. А ты почему не уходишь? О, теперь уходишь. Отлично. Так, ну да, сюда уже стал поступать нейтродизель. Они уже сами-сами заправляются. Все нормально. Так, сюда пора подставлять эту бочку. Она, кстати, почти полная. Ну и ладно, пусть наполнится совсем. Так, ну что ж. Давайте подождем результатов тестов. Результаты тестов показали, что все замечательно. Более того, в общем-то, вся система, как оказалось, вполне может обходиться минимальным количеством капсул. Вот у этих вот двух переработчиков на двоих одна капсула. И они настроены выплевывать, ну, плеваться ей друг в дружку, как только она опустошается. Соответственно, химико, чем реактор выплевывает ее направо, флюид-канер выплевывает ее налево. Для того, чтобы это... Вот сейчас обращайте внимание. Сейчас она появится здесь, заправится и тут же отправится обратно, и тут же пойдет следующий цикл. Для того, чтобы это работало, нужно было отверткой соответствующие стороны настроить таким образом, чтобы был разрешен инпут через сторону для аутпута. На обоих, соответственно. И в итоге им хватает одной капсулы. Примерно похожая ситуация у вот этого вот химреактора и этого флюид-канера, который заправляет в капсулы азот. Вот. Но поскольку я не знаю способа, можно ли как-то заставить грэговскую машину... О, кстати, а я придумал способ. Мне не нужно выгружать жидкость. Жидкость я могу высасывать экстрактом. Always active. Вот. А капсулы я могу выплевывать сам руками. И направо. Хотя на самом деле, на самом деле... Ну, хотя да, почему бы и нет. Так. Вот. Сюда вот будем выплевывать капсулы. Вот. При таком раскладе они тоже будут сами вполне себе обмениваться одной капсулой. А для того, чтобы всё это дело... Ну, то есть, лежало в пределах... По энергопотреблению не выходило за пределы генерируемого... Генерируемых мощностей. Я могу просто изменить тайминг заправки селитры, допустим, в этот электровайзер. И это будет, соответственно, определенным образом подтормаживать всю цепочку. Но на самом деле оно и так, в общем-то, почти хорошо работает. Редкие-редкие проседания есть. Но во время пауз в работе каких-то переработчиков они восполняются. Так что вот. Получилось даже лучше, чем я ожидал. О, тут, кстати, уже опять ещё одна бочка топлива уже опустела. Так, у меня их с собой ещё сколько-то есть. Уже нитродизеля. Две бочки полные, третью подвесил. Система, в общем, работает шикарно. Ну и как бы то ни было, теперь с переработкой нефти проблем нет никаких. Осталось поставить танк под нитродизель. И пусть себе накапливается. И спокойно можно его использовать во всех тех местах, где мне нужно много энергии разом. Ну и на этом, пожалуй, пока что я буду заканчивать. Надеюсь, вам было интересно. Компоновка, надеюсь, более оптимальна. Если у кого-то... В смысле, компоновка, надеюсь, оптимальна. Если у кого-то есть мысль на тему, как её сделать ещё лучше, с удовольствием их послушаю. А, ну и ещё, поскольку вот они таким образом весело обмениваются капсулами между собой сами, программу в Steve Factory Manager пришлось делать минимальную. Это буквально вот загружать сюда селитру с капсулами, забирать отсюда калий с кислородом, калий складывать в сундук, кислород складывать вот сюда и забирать отсюда пустые капсулы и класть обратно в сундук. Всё. Хотя по-хорошему можно даже исключить сундук и заставить его забирать пустые капсулы сразу вот сюда. Действительно, почему бы и нет. Ну, это уже детали и тонкости. А пока что у меня на этом всё. Надеюсь, вам было интересно. Всего доброго и до новых встреч!